Например, вот посуду я приспособилась, уже посуду мою, чем я смешиваю соду, соду с горчицей, и очень удобно теперь уже стираю посуду мыть. Может, да, на сухую, чтобы так вот помыло, и потом только вот, ну, воду-то экономить надо. Теперь вода только вот в таких пятилитровках. С конца января кран не дал ни капли. Водопровод перемерз, питьевую воду начали подвозить, но получилось, как всегда. Жидкость в старой ржавой бочке была мало похожа на источник жизни. Усугубили ситуацию, по словам жителей, чиновники тем, что решили не поменять бочку, а покрасить ржавую в желтый и выдали за новую. Воду ту, что нам из знаменитой теперь, теперь уже знаменитой подводной желтой бочки, нам воду привезли. Нам пытались доказать, что взяли анализ, но вот, ну, вы сами вот посмотрите. Ты с кем работаешь? Ты мне объясни, дурачку, ты с этим телефоном. Вот сейчас водичку снимаю, которая была прозрачная раньше, а сегодня вот желтая, прижелтая, и сверху маслянистый какой-то налет. Вот он, предмет скандала. Та самая бочка, которую, проводя аналогию со знаменитым рок-хитом, называют желтая подводная бочка. Ее перекрасили, как видно, некачественно. И дополнительная ирония в том, что Светлана Александровна знает краску, которой ее и покрыли. Желтая, грунт-эмаль по ржавчине, потому что Светлана Александровна работает продавцом в магазине, в который ее и покупали. Теперь бочку, конечно, поменяли на нормальную. Это формулировка жителей. Пообещали воду возить каждый день, только не уточнили, что каждый рабочий. А вот заняться перемерзшим водопроводом пообещали только к лету. Но стоило жителям обратиться к журналистам, коммунальщики взялись за работу. Будут менять замерзший участок водопровода. Никаких сроков нет. В связи с тем, что нет никакой технической документации, где проложен водопровод, как вообще, на какой глубине, то есть все будет зависеть от того, насколько точны данные людские. То есть чем быстрее мы найдем старую центральную трубу, тем быстрее мы произведем бурение. Главное, новый участок водопровода должны углубить, чтобы не перемерзал. Жители создали чат в Атсапе. Сейчас в нем состоят 35 домов, которые остаются без воды. Поэтому мы продолжим следить за ситуацией в Косихе. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.